Всем привет! Вы смотрите Либрариум на Варп Маяке. После длительного летнего отпуска проект наконец-то возвращается к работе. И мы спешим порадовать вас свежим выпуском Либрариума. Сегодня у нас будет не совсем обычный Либрариум, немножко непривычный, наверное, во многим. Это не будет типичной такой сказочкой на ночь, модель для сборки аудиокниг, как хотите называйте. Сегодня я решил отвечать на вопросы подписчиков. Незадолго до съемок мы объявили сбор вопросов в специальной теме в паблике Варп Маяка. Кстати, если вы еще не подписаны на паблик, подписаться можно здесь, wiki.com slash warp101. И за довольно короткое время набралось значительное количество вопросов, на которые я спешу ответить. Поехали! Лос Испадос спрашивает. Судьба аватара Кейна, которого спас Хорн. Что с ним произошло дальше? That's all. Ну что ж, все довольно просто. Хорн никого не спасал. После того, как произошло рождение Слонежи, и Слонеж начала там... Начал, начала, начало, как хотите называйте, уничтожать пантеон богов Ильдар, Слонеж добрался и до Хорна, который по мощи был вторым после Азуриана, типа, отцом всех остальных богов Ильдарского пантеона. Вмешался в это дело Хорн и решил отбить бога войны, убийства Ильдар, Кейна, Кайл меньше Кейна, у Слонеж. Потому что посчитал, что Кейн должен принадлежать ему, так как они с Кейном отражают одни и те же метафизические силы во вселенной. То есть там войну, убийство, кровь, насилие и так далее. И, соответственно, в процессе борьбы за него, они его разбили на тысячи кусочков, которые разлетелись по Крафтворлдам. И теперь при помощи этих кусочков можно самонить демона, который называется Аватар Кейн. Поэтому никакого Аватара никто не спас. В общем, Аватар теперь есть на всех Крафтворлдах. Если надо, засамонил, пошел воевать. Андрей Смирнов спрашивает. Расскажите о Стальном легионе ЕГЭ, какая у него специализация? Стальной легион ЕГЭ это не что иное, как полк мотопехоты с планеты Армагеддон. Почему мотопехота? Да потому что Армагеддон производит оружие. Очень много оружия. И среди основных его аспектов производства это являются химеры. Поэтому не мудрено, что эти химеры и выдаются местным бойцам. Стальной легионе ЕГЭ действует как сила планетарной обороны, перманентно охраняя Армагеддон, так и путешествует в качестве имперской гвардии за пределами своей системы. И несет свет императора в самые дальние уголки вселенной. Поэтому полк как полк, ничем выдающимся он таким не знаменит, кроме как в воинах за Армагеддон. Артем Солтис спрашивает, почему все-таки Хорус поддался темным силам? У него же было все, о чем можно было мечтать. А давайте подумаем, что было у примархов, помимо того, что они командовали легионами Астартус. Ну, что у них реально было? У них была власть над легионом Астартус. И все. То есть они, в принципе, больше ничем по жизни не могли заниматься. И многих это напрягало среди примархов. То есть, если, допустим, Гелеман всегда помнил, для чего он создан, что вот, мы должны заводить галактику, а потом нам всем надо будет чем-то в жизни заняться, найти себе дневную работу после войны. То есть огражданица. Хорус был как бы самым могущественным, самым влиятельным среди примархов в том плане, что он был вармастером, которого назначил император, и, в общем-то, был его любимчиком. Поэтому он, я думаю, себе не представлял жизнь без завоеваний. Плюс ко всему, его ранения на давине, которые подстроили несущие слова, конкретно это был Рэп, тоже сыграл свою роль, потому что отравленным этим поганым клинком его ранили. Потом еще более погаными ритуалами его, короче говоря, отравили его рассудок и, в общем, сыграли на его как бы слабостях. И вот благодаря тем слабостям он, собственно, стал хаоситом. Потому что надо понимать, что примарх — это сверхчеловек, это суперчеловек, это транс-человек во всех смыслах, и, конечно, им не чуждо. Все чувства человека в них есть. И, соответственно, насколько они благородны в 100 миллионов раз, настолько же они могут быть и алчны в 100 миллионов раз. Поэтому на этом просто сыграли на его амбициях. Так Хорус стал хаоситом. Игорь Галкин, расскажите, пожалуйста, про Адептус Кустодос. Являются ли они теми же Астартс, но служащими в таком вот особом формировании? Или же Кустодии? Также интересует их оснащение. Есть ли у них дредноуты, и есть, и если есть, то какой модели? Адептус Кустодос — это личная охрана императора, это исключительно телохранители, и создавались они по совершенно другим биологическим технологиям, нежели Астартс. Многие говорят, ну, то есть и в беке напрямую указано, что Астартс производится по упрощенной технологии производства Кустодос. Если Астартс как бы клепают как на конвейере относительно, то есть примерно каждый тысячный человек может стать Астартс. То есть у него должно быть идеальное здоровье, идеальный генный код, совместимый с генным семенем примарха конкретного и так далее. Так вот, по сравнению с Кустодиями, Астартс — это конвейер, потому что только там какой-то там каждый десятитысячный человек может стать Кустодосом. То есть это, ну, это совершенно другой уровень. То есть, скажем так, Кустодос — это такое звено между Астартс и примархом, поэтому по качеству они, конечно, куда круче, мощнее, сильнее, и так далее и тому подобное. Трэдноуты есть, как вы можете видеть вот на этой картинке сейчас. Как вы видите, это самый обыкновенный контемптор. Артём Чехла задал самый мой, наверное, любимый вопрос просто. Расскажи о Малале и о его легионе отступников в сынах злобы и о их роли в 41-м тысячелетии. Так вот, Малал... Я, честно говоря, не знаю, почему такое возбуждение у хоббистов этим Малалам. Малалам в официальном Бекине упоминается больше 10 лет. То есть, в принципе, про него можно забыть. О Скватах я читал позже, чем о Малале, потому что о Скватах можно прочитать в книге «Отчищение Кадилуса». Там в начале есть намёк на Скватах. А про Малалу я даже намёков очень давно не слыхал, на самом деле. То есть, ну да, сыны злобы, во-первых, это не легион, это варбанда. В их беке написано, что они поклоняются некому, там, какому-то древнему злу. И вроде как бы это может быть и Малал. Но Малал, как таково, у этого бога хаоса, самого, кстати, маленького, самого странного бога хаоса, уже нигде не слышно, не видно. Поэтому я думаю, что о нём просто пора забыть, успокоиться и смириться. Сергей Марков спрашивает, почему космические волки прикрасили броню с серого в голубой? У тёмных ангелов этот момент объяснён, а вот у волков почему-то нет. Так вот, дорогой друг, смотри, вот так космические волки выглядели до Ереси. Вот так вот они выглядели. Во время Гринского крестового похода они просто были, в общем-то, железные. Ну, или очень серые, да, в зависимости от трактовки. После Ереси они стали просто серые, более серые, то есть такие более в голубой. Голубые, голубые, с голубыми доспехами. У нас ультрамарины, все прекрасно это знают, а как бы космические волки не носят голубых доспехов. Увы. Константин Лихачёв. Почему в игре компьютерной версии Space Hulk упоминалось про размещение тысячи десантников и разгром до 50 человек? Получается, весь орден выразили? Да, Костя, вырезали весь орден. Причем об этом говорится как и в настольной игре, так и в видеоиграх. Вообще во всем бэке, который связан со Space Hulk, это абсолютно нормально. Действительно, до событий вот последнего Space Hulk, там, за тысячу лет до этого или типа того, прилетел тот же самый Space Hulk, на него высыпался весь орден блодов. Всех вырезали, и оттуда ушло меньше рота. Вот, и потом они там реально тысячу лет восстанавливались, и вообще больше на них не воевали практически. Это были суровые времена, давайте посмотрим на кадры с пикто-передатчиков бойцов и просто вкусим суровости тех времен и их превозмогательных битв. Я не нашел архивный рекорд Калиб, я не могу видеть архивный рекорд Владимир Булдаков и еще несколько человек просят меня рассказать про Армагеддон. За Армагеддет, за Двинь по-братски, история войны, ваше отношение к ней. Мы сейчас говорим о второй или третьей войне, пожалуйста, уточните вопрос. В следующем визоре Либрариума обязательно на него отвечу. Слащ Копытин О гипотезах выясникновения императора Отличное было бы название для какого-нибудь научного труда или книги, может быть, целого даже исторического эпоса, но вопроса я в этом тоже не вижу. Если ты хочешь, чтобы я посвятил отдельный эпизод о гипотезах становления, появления императора, то это совершенно лишнее, потому что давно известно, как появился император. Первые псайкеры на планете шаманы знали о приближении сил хаоса и о грядущем большом Пе, и поэтому совершили ритуальное самоубийство, и их души переродились в одно. И так появился император. Все просто. Максим Буров Кто же все-таки дал императору возможность победить Хороса, отвлекая на себя внимание? Был ли это Аланий Паес, он же Аланийус Персон, какой-то Кустодес, или просто Санглиний удачно повредил броню? Я думаю, что это соотношение всех этих событий, хотя, если учитывать, что серия Ересь Хороса все еще активно пишется, и до осады дворца, и битвы императора с Хоросом еще, я думаю, ну, лет пять, наверное, можно ждать литературы. Сказать тяжело, но я думаю, что это комбинация всех тех факторов. Проланился Персон, и могу сказать, что давайте лучше покажу. Вот так он выглядел во время Ереси, вот так, возможно, он выглядел во время битвы с Хоросом, и вот так он выглядит теперь на флаге имперской гвардии, какого-то неизвестного, в общем-то, полка. Арсений Бондарук, как примарх несущих слова, стал демон-принцем. Насколько я знаю, ни в одной из книг Black Library этого не описано, хотя, честно говоря, ну, в общем-то, отстал на пару книг по Ереси Хоросу, может быть, это появилось где-то, насколько я знаю, этого нигде нет. Пусть какие-то там сведущие хаоситы в комментариях поправят. Максим Орлов. Почему проклятый легион легион? Ведь вроде до происшествия они были орденом. Это просто название, это аллегория, которую дали этим бойцам жители Империума. Ну, я даже думаю, не сколько жители Империума, а сколько, типа, Инквизиция, другие астарцы, и вообще, ну, те немногие люди, которые о них догадываются. Легион проклятых, это вовсе не легион, это вообще неизвестная какая-то уже космическая загадочная сила. Некогда это был орден огненных ястребов, которые попали в адский варпшторм, и хаос начал их там всячески развращать, пока они по нему скитались. Они заразились какой-то непонятной болезнью, однако остались лояльны Императору и, в общем, превратились в таких лояльных каких-то чудо-зомби из космоса, которые приходят внезапно на помощь осажденным мирам Империума, превозмогают и также внезапно улетают. Александр Глицевич, кто были первые серые рыцари? Можно догадаться, что первыми серыми рыцарями были герои аудиокниг и рассказов о Натане Легарре, собственно, сам Гарра, там, Ягдан Круз, Тайлос Рубио, еще прочие-прочие персонажи, но так как этот цикл еще не закончен, сказать доподлинно, кто же был первым серым рыцарем, там, или первыми серыми рыцарями, пока что нельзя, жди обновлений, следи за книжками и, наконец, начни уже читать что-нибудь сам. Илья Шушкевич, случаются ли варп-шторма в 41-м тысячелетии? Еще как, случаются и достаточно регулярно. И в состоянии ли рота космодесанта, отрезанная от своего ордена, варп-штормом самостоятельно создать новый орден, учитывая, что в роте присутствовали апотекарии, а отрезаны они были на планете Кузни? Пишу бэк для своего ордена, по скриптам это было. Ну, в принципе, если представишь, что у них целая планета, наполненная ресурсами, они там отрезаны, при этом на них не лезут демоны, что очень вероятно, если планета заперта в варп-шторме, то, наверное, они как-то могут, да, развиваться, хотя я думаю, что их воинские навыки очень сильно деградируют за это время, потому что одно дело тренироваться в клетках, другое дело приобретать опыт, ну, на поле боя, поэтому это будут такие малахольные Астартес в вакууме, в прямом смысле слова, но когда, я думаю, они встретят первого какого-нибудь врага Хаосита, он один там будет убивать, наверное, человек по 10, по 15, поэтому я бы не стал это брать за основание для бэка, потому что если тебе больше 15 лет, то вот это основание достаточно легко развеять и обсмеять, но это только мое мнение. И, наконец, последний вопрос. Егор Астахов спрашивает, есть ли продолжение «Осады врага» и Бебек обрывается на самом интересном месте, по крайней мере, то, что переведено на русский. Не знаю, что переведено на русский, не слежу за русскими локализациями публикаций по Вархаймеру, однако могу сказать, что «Осада врага» описана в конце, ну, собственно, третьей книжки по «Осаде врага» от Forge World, вот обложка этой книги, если ты не знаешь, как она выглядит, закончилось все тем, что хоть номинальный империум и победил, разбив там хаоситов, но за долгие годы войны на Раксе, собственно, ресурсы планеты были истощены, производственные мощности кузин отработаны, и, в общем-то, теперь враг является безжизненной пустыней, за которым постоянно следят корабли орда Малиус. Ну что ж, это были все вопросы на сегодня, надеюсь, вам понравилось. Если данное видео наберет достаточное количество просмотров, по крайней мере, не меньше, чем других либрариумов, я думаю, эту тему можно будет продолжить, то есть будем собирать ваши вопросы и давать на них ответы. Может быть, вы хотите, чтобы они были более развернутыми, или ли вам так достаточно? Пишите свои соображения в комментариях. Ну что ж, в следующем эпизоде наш уже всем знакомый Антон Хаосит расскажет о том, как он провел свое хоббийное лето, а также у нас будет новая ведущая, которую мы тоже представим в следующем выпуске. В общем, подписывайтесь, следите за обновлениями. Кстати, чуть не забыл, с 18 по 24 мы с Сергеем Дубининым, с бессменным просто режиссером монтажа в Арк-Маяке, отправляемся в Иркутск, чтобы снимать там турнир Байкал-Хаммер, который пройдет вот практически на берегу озера Байкал. Там будет серия целых эпизодов. Не пропустите, все самое интересное только начинается. Плюс ко всему, мы договорились о интервью с очень интересными людьми, в том числе с Риком Присли, создателем вообще Вархаймер 40 тысяч. Что вы думаете по поводу предстоящего интервью с Риком Присли? Пишите в комментариях. Let the battle begin! Субтитры создавал DimaTorzok